Всем доброго времени суток! С вами канал ArtManya. И сегодня у нас видео обзор. Мука Алексеевская правильная. Пшеничная. 2 кг. Такая вот оранжевая. Давайте посмотрим. Наша мука правильная, потому что... Давайте прочитайте, что здесь написано. Потому что... И кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, также штрих-код. Да, быть может кому-то понадобится. Так, здесь... Секреты даже есть правильного теста. Давайте я его тоже покажу. И с этой стороны... Прям даже... Как книга какая-то кулинарная. Вот здесь масса 2 кг на 100 грамм. Срок годности 12 месяцев. Так, а вот давайте начнем с этих. Так... Самарская мельница. А, это даже наша. Самарская мука. То-то, я думаю, она недавно появилась. Самарское село Сырейка. Ну, тогда не знаю, честно, будет в ваших городах или нет. Напишите, в каких городах вы ее видели. Так... Давайте ее посмотрим. Какая же она у нас внутри. Так... Как она выглядит? Мы ее посмотрим. Наша тарелочка. И мука. Вот так она выглядит. Мне кажется, она даже не белая. Прям не белоснежная, как Макфа. Мне как-то... Мне кажется, она более такая желтенькая, что ли. Более ломается она такая. До этого мука была чебоксарская у нас на обзоре. Она была немножко по-другому все-таки. Она как-то... Можно было ступенечки вот сделать. У нее вот не так она. Может быть, тарелка другая. Не знаю. И также я сейчас буду делать хлеб из этой муки. Вот, мы с вами посмотрим, какой у нас получился хлеб, какой он на вид, насколько он мягенький. И какой он будет у нас по вкусу. И узнаем, хорошая это мука или плохая. Стоит ее брать или нет. Оставайтесь на линии. Сейчас, через секунду, уже увидите мой хлебушек. Также на него, кстати, есть ролик на канале. Будет видео... Ссылка, вернее, в конечной заставке. Вот, смотрите, у нас такой хлеб получился. Сейчас ему второй день. Проверяю я всегда на второй день. Потому что более понятный вкус. И более видно. Вот он. Он мягкий. Вот так вот понятнее. Очень он мягкий. Немножечко он серый. Потому что мука, она немножко темнее, чем мука макфа. Макфа, она, в принципе, всегда белая. А если вы хотите прям белый хлеб, то макфа. Вот. Здесь немножко потемнее. Испекла я хлеб из этой муки уже второй раз. Чтобы хорошенько распробовать и вам рассказать. Сейчас мы снова попробуем его. Знаете, вот в прошлый раз я испекла хлеб. Мне показался он недосоленым. Хотя ингредиенты все я беру четко. Одними и теми же, вернее, предметами. В этот раз я добавила уже соль с горкой. Хотя я так никогда не делаю. И всегда все было хорошо. Он опять у меня получился недосоленый. Я не знаю почему. Вкус здесь какой-то совершенно другой. Не такой, как обычно, когда пеку хлеб. И какой-то присутствует вкус горечи. В том хлебе я тоже заметила. Что-то такое было и в этом хлебе. Из одной и той же муки. Той, в которой мы с вами делаем обзор. Опять же, какой-то небольшой вкус горечи. Он такой еле-еле заметный. Но это не совсем приятно. Мне, честно говоря, эта мука не понравилась. Я сейчас жалею, что я взяла их две пачки. Позарилась на цену. Дешево надо брать. Хорошо, что я взяла только две. Потому что я хотела взять три пачки. Но я почувствовала, что я не утащу. Честно, мне не понравилась эта мука. Цвет хлеба, в принципе, так-то ничего. Цвет и цвет. Да, он, кстати, мягкий. Все. Но он особо не остался поджаристым. Он везде мягкий. И в первый раз я делаю. У меня здесь очень сильно запеклось. И второй раз я делаю. И здесь опять она точно такой уже почти цвет. Посветлее. И когда он начинает выпекаться. Уже температуру, когда прибавляешь. То есть, у меня сначала настаивается при 50 градусов. То есть, подымается где-то около часа. А потом я, когда подымется, прибавляю. И он начинает выпекаться. Вот когда я прибавила, я заметила, что здесь появилась какая-то пленочка. То есть, раньше у другой муки такого не было. Вот здесь появилась пленочка. И, естественно, она немножко поджарилась. Здесь прям поджарилась так. И даже вот она, кстати, сверху не очень красивая. Хотя я ее там пыталась сглазить. Обычно всегда у меня все сглаживается. Все он там сверху красивый. С этой мукой вот и тот хлеб тоже был. Жалко, я его не засняла. И вот этот вот тоже. Мне немножко это не понравилось. Вот. Не знаю. Послевкусие даже у него какой-то не такой. Что-то какая-то не та мука. Не знаю. Может кто постоянно, если выпекает из нее, привыкнет. Ну, если у вас другой муки может быть нет. Вы, может, наверное, привыкнете. Я его выпекаю из разных. Либо вот макфа, либо алексеевская. Другая голубенькая, вот нежная. Мне нравится она. Макфа, в принципе, мне тоже нравится. Очень вкусно получается. Здесь вот, ну, не знаю. Короче, вот как-то так. Такой у нас с вами обзор. Я буду, конечно, выпекать еще. Потому что муку надо мне закончить теперь. Вот. Но, кстати, на запах. На запах, кстати, пахнет обычным хлебом. Ну, в принципе, у меня так всегда уже пахнет. Весь хлеб. Вот. Так. Как я делала хлеб, у меня на канале ролик уже есть. Но я в ближайшее время планирую записать его заново. Если я до этого, то есть до того, как выйдет вот этот вот ролик, успею записать новый, то он будет в конечной заставке. Либо будет на старый рецепт в конечной заставке. Но там все элементарно. Просто все делается. Это самый обыкновенный простой хлеб. Не знаю. Мне кажется, эта мука больше, наверное, подходит для выпечки. Сладкой выпечки. Вот, наверное, что-то такое. Давайте его еще разрежем заодно. Посмотрим. Вот он даже как-то раскрошил. Кстати, да, он еще так крошится. Странно. Никогда не замечала у других. Обычно одну и ту же муку использую. Еще вчера, кстати, я его порезала. Убрала хлеб. Смотрю, а у меня тут как-то он непонятно как раскрошился. Как-то странно, больно. Вот он. Вот он. Мягенький. Так-то. Даже на второй день он идеально все равно. Все равно такой же мягенький, хорошенький, вкусненький. Но вот что-то в этой муке мне не нравится. Не знаю что. Напишите обязательно свои отзывы. Может быть вы эту муку пробовали. Какой получился хлеб у вас. Также вы можете отправить мне фотографии и рецепты своего хлеба. Рецепты можно в YouTube оставить под этим роликом. Фотографии в ВКонтакте, в Инстаграме или на почту. Все это в описании ролика. Все эти ссылки будут обязательно. Мне будет приятно, если вы оставите свои рецепты или фотографии. Также смотрите наши другие ролики. Наши кулинарные рецепты. Там всякие вкусняшки я делаю. Обзоры на разные продукты. На сладости. Из продуктов из фикс прайса. Из светофора. Из победы. Из обычных магазинов. Также обзоры на технику. Влоги, как мы с сыночком живем. Как мы путешествуем. Развиваемся. И, конечно, как мы будем сейчас кушать этот хлеб. Вместе с сыночком. Ну, сыночка уже поел у меня его. И вчера. И сегодня уже немножко. Вот. Но еще будем несколько дней, наверное, его кушать. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Обязательно пишите. И всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok